Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. 2,5 миллиарда рублей – это налог от бизнеса, работающего по упрощенке, миллиард – транспортный налог. Неналоговые доходы – это 800 миллионов, полученные за использование лесов, 350 миллионов штрафов и 63 миллиона, которые принесло использование имущества, находящегося в собственности региона. В следующем году область рассчитывает получить почти 36 миллиардов рублей по налоговым и неналоговым доходам. Еще 30 миллиардов придет из федерального бюджета. Кировчанам станет проще летать в Турцию и Тунис. С января из Победилова можно будет улететь в Калугу, где есть международный терминал. Рейсы туда будет осуществлять компания «Руслайнс», которые на этой неделе согласовали расписание маршрута из Кирова. Полеты в Калугу станут доступны с 5 января. Они организованы в рамках сотрудничества между правительствами регионов на условиях бюджетного софинансирования. Для кировчан пообещали сделать время вылетов удобным для стыковки с международными рейсами в Турцию, Грецию и Тунис. Также с 5 января «Руслайнс» запускает рейсы Киров-Уфа, со 2 января Киров-Екатеринбург. И с января по май и с октября по декабрь будут выполняться полеты в Сочи. ВТП назвала бизнес-события ноября. Им признан выход бренда обуви дерзка на экспортные рынки на маркетплейсе «Вальдберрис». Компания сделала это за три месяца после запуска продаж без бюджета на рекламу. Диплом и памятную статуэтку президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко вручил руководителям производства Анне Павловой и Владимиру Сунцову, которые, кстати, занимаются еще и помощью другим бизнесменам с продвижением на маркетплейсе. По итогам народного голосования бизнес-события в ноябре стал ребрендинг «Кафе Оля-ля» список всех состоявшихся значимых бизнес-событий и номинанты декабря на сайте проекта businessdefizsобытия.rf. Завершение валюток. Доллар сегодня 73,71 рубля, курс евро 89,13 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.